Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. На прошлой неделе жители села Ира продолжили разбираться с последствиями урагана. Стихия, напомню, атаковала населенный пункт 9 июля. Тогда более 250 домов остались без электричества, были сорваны кровли, повалены столбы, нарушена связь. Сейчас идут восстановительные работы. Кому-то пришли на помощь, а кто-то ремонтируется самостоятельно. Подробнее расскажет наш корреспондент. После сильнейшего урагана, который прошел вечером 9 июля, пострадало большое количество домов. Повальные деревья, заборы, столбы электропередач – это только малая часть повреждений. Ведь самое страшное – многие жители остались без крыши над головой. Восстановление идет полным ходом. На данный момент еще сумма окончательно неизвестна. По предварительным данным, примерно в районе 200 тысяч. То есть это работники, это материалы первичные, то есть это цемент, песок, кровля. Вот утеплители, я еще не знаю, посмотрим, там дальше будет, примерно 40-50 тысяч. На данный момент пока производим все своими силами. То есть ребята вот приехали, сейчас на той стороне кладку делают. До воскресенья, думаю, праймс крови положим. Социально незащищенным семьям помогает администрация города. У Фуирузы Хайдаровны на попечении два внука. Государству нашему администрации, конечно, всем общей, большое мое спасибо от детей, от меня, от всех, конечно, и рабочим также. Они относятся добросовестно к своей работе, приходят вовремя и допоздна работали. Все от администрации приезжали, ну по имя, отчеству всех. Не могу я запомнить, и с опекунского отдела все приехали, женщины, и администрации, Куров, Юрий Владимирович, или Федоров. Всем я очень благодарна, спасибо большое. В середине недели начались работы. Две бригады рабочих трудятся ежедневно. Одна внутри дома, вторая на улице. Подробнее о ходе работ нам рассказал бригадир Алексей Никитин. Работа проходит хорошо. В данный момент занимаемся обшивкой фронтонов. То есть в ближайшее время должны подвезти также еще и профлист. Первоначальный этап, наверное, потолок. То есть ремонт потолка был обвален вместе с крышей. Соответственно, улетел. В дальнейшем уже непосредственно после ремонта прискупили к строению крыши. По словам строителей, трудностей не возникает. Материалы привозит вовремя, без задержек. Хозяйка этого дома сама по профессии строитель. Поэтому о ходе работ ей рассказывать не приходится. Восстановительные работы идут нормально, хорошо, дружно сразу взялись. На кухне у нас потолок совсем обломленный был, висел потолок. Сейчас все потолок восстановили. Трубу тяжную сразу камечек приехали, выложили. А сейчас стропила уже заканчивается. Заказали правонастил. Говорят, что будет на днях уже. Обещали на этой неделе, наверное. Надеюсь, что ИСП привезли, и ДВП привезли. Хотят все. И вчера доски свежие все, приемные были. А сегодня уже стропил Саид. Я очень рада. К концу недели объект обещают сдать. Хозяйка сможет вновь заехать к себе домой, начать обживаться, приглашать к себе внуков и жить нормальной жизнью. Детям, которые собираются пойти в школу, необходимо в первую очередь думать об успеваемости. Их не должны волновать проблемы материального обеспечения. Это задача родителей, ну или Кумертаусского центра социальной помощи. Центр в очередной раз проводит акцию «Помоги собраться в школу». Подробнее в сюжете Аркадия Зубкова. В Башкортостане проходит благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Цель – сбор школьных принадлежностей для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кумертау не стал исключением. Пунктом сбора, как и в прошлые годы, стало отделение социальной помощи семьи и детям. Акция «Помоги собраться в школу» проводится в шестой год. Мы оказываем помощь малым и мощным семьям. Это и многодетные, и неполные семьи, ну просто находящиеся в трудной ситуации. Самое главное – это собрать помощь в виде канцелярских товаров. Это рюкзаки, это школьные формы, это канцелярия, это письменные принадлежности. И вот этими помочь как раз нашим деткам. На сегодняшний день акция только набирает обороты, но уже принесла свои плоды. Предприниматели и простые горожане помогают в сборе вещей. На сегодняшний день у нас есть уже, пусть немного, но школьных принадлежностей в виде тетради, в виде карандашей, в виде рюкзаков. И самое главное – у нас есть школьная форма. Школьная форма новая, есть белые блузки, есть белые рубашечки, галстуки. То есть мы на сегодняшний день уже готовы открывать эту акцию для того, чтобы оказывать помощь. Но все-таки торжественное открытие будет в августе. Мы будем приглашать семьи, будем делать для них праздник и вручать уже все эти канцелярские товары. Организаторы акции говорят, что ни одна семья не останется без внимания. Например, в прошлом году многодетная семья Сергейчук, в которой 9 детей, получила помощь именно по этой акции. Лично моей семье помогла горбольница. Они пришли именно домой к детям, вручали именно лично каждому ребенку пакет со школьными принадлежностями. А детям, первоклассникам вручили помимо этих школьных принадлежностей еще ранцы. Поэтому я считаю, что такая акция в нашем городе существует не напрасно. Содействие семьи Сергейчук лично и акции в целом оказывает Любовь Панферова. В прошлом году девочки обратились, и я привозила 13 портфелей для первоклассников. Мне бы очень хотелось выразить благодарность Большую Любовь Ивановне за ее оказанную помощь. И хотела бы попросить предпринимателей, именно у кого есть торговые точки с товарами для детей, что в нашем городе очень много нуждающимся, чтобы не отворачивались от детской беды. Это на самом деле беда нашего всего города, не только тех, кто взял детей. Акция продлится до 31 августа. Гуманитарную помощь можно приносить по адресу улица Ленина, 23. Районный дом культуры «Молодость» принял открытый конкурс кураистов, посвященный памяти Альберта Юлдебаева. Участие в конкурсе приняли 32 музыканта, солисты и кураисты детских и взрослых коллективов. Открыла конкурс и исполнила песню в память о супруге Марьям Юлдебаева. Субтитры создавал DimaTorzok Почетным гостем на мероприятии стал глава администрации района Ахат Кутлу Ахметов. Он поприветствовал всех собравшихся и родных музыканта. Поблагодарил участников конкурса, что откликнулись и приехали. Конкурс «Пусть играет мой курай» не произошел сам по себе, поэтому мы должны помнить ушедших в новый мир, хранить душе и помнить. Безвременно ушедшему от нас талантливому музыканту Альберту Юлдебаеву его светлой памяти посвящен конкурс кураистов. Его целью стала пропаганда среди молодежи искусства игры на этом инструменте, а также поиск новых талантов и оттачивание умений тех, кто принимает участие в конкурсе. Рассказал о большом значении мероприятия председатель исполкома Курултая Башкир Куиргазинского района Нюлай Ишмухаметов. Именно Курултай стал инициатором открытого конкурса для того, чтобы возродить народные традиции, раскрыть их ценность для молодого поколения. Когда служили в армии в 1973-1974 годах с моим другом, с большим трудом поймали по радио за два года одно выступление кураиста, и оно растрогало нас до слез. Также участников и присутствующих поприветствовал народный артист Республики Башкортостан Юлай Ганеддинов. Он вспомнил, как услышав впервые Альберта Йолдебаева, восхитился его мастерству, тому, что курай словно оживает в его руках. Перед началом выступлений поблагодарила организаторов конкурса и пожелала всем участникам удачи супруга музыканта Марьям Йолдебаева. Гран-при досталось представителю нашего района Диму Асаинову. Другие победители и призеры получили дипломы от отдела культуры администрации города, грамоты и памятные книги от почетного гостя мероприятия, председателя Союза Кураистов Республики Башкортостан Артура Гайсарова. В завершении о спортивных достижениях преподаватель Кумертаусской детско-юношеской спортивной школы Александр Сокменев получил приглашение на международный турнир по пауэрлифтингу и жиму лежа под названием «Мистер Олимпия». Соревнования пройдут в середине сентября в Лас-Вегасе, США. В общей сложности организаторы пригласили 29 российских спортсменов, 8 из которых выступят в жиме лежа. Коллектив телекомпаний желает Александру просто в очередной раз продемонстрировать стабильность на этом престижном турнире. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.